Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» Кира, Светлана Уделина, Игорь Рысев. И вот еще хочу я буквально на несколько минуточек вернуться к той теме, которая у нас была в прошлом часе. Говорили мы работы транспорта, экстренных служб, условиях аномального снегопада. В гостях у нас Юрий Шлемзон, член общественной палаты Кировской области. Юрий Львович, вот что можете сказать по этому поводу? Ваше мнение тоже мне интересно слышать. Добрый день. Ну, как обычно, начиная с того, что сообщают, что все, что сказано мной в эфире, это мои оценочные суждения. Я не присутствовал на прошлом часе. Об оценке того, что творится на улицах города, я, конечно, знаю. Наша новостная служба постоянно проводит мониторинг этих вещей. Сами с чем столкнулись? Я столкнулся только с неадекватным поведением отдельных водителей, которые не понимают дорожную ситуацию. Это приводит к перекрытию отдельных улиц. И также столкнулся, что необдуманно оставляют автомобили на проезжей части, при том нарушая правила парковки, то есть ставят поперек, ну, то есть как им удобно ставить. Это очень мешает уборке дорожного покрытия. И это все вызывает вот тот дополнительный коллапс, который вызван метеоусловиями, да, он понятен, что тяжело пришлось дорожникам. Но граждане, которые являются участниками движения, ведут себя совсем неадекватно, и это очень нарушает возможности зачистки города от выпавшего снега. Ну, это практически все говорили, да, Игорь, уже за этот час практически такими же словами. Ну что, переходим к следующей теме. Обсуждаем мы рубрику «Выбор город в газете источник новостей», и также у вас на телеканале этот опрос также проводится, да. И каков же он на сегодняшний день подношение к госслужащим. Это несколько вариантов ответов. Такие варианты были в газете и на телеканале. И у нас сейчас на сайте www.hackervo.ru. Заходите туда, голосуйте в конце программы, посмотрим мой результат. То есть тема у нас «Нужно ли благодарить чиновников?» На гостях у нас также Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Василий, привет. Здравствуйте. Ну что, поподробнее. Наверное, начнем с того, что ты расскажешь вообще о самой теме, что за подношения такие, ну и, собственно, итоги опроса вашего. Ну, прежде всего, почему мы эту тему выбрали, да? Потому что на днях появилась информация о том, что правительство России готовит очередное постановление. Постановление о так называемом подношении к госслужащим. Об этом, в частности, сообщила уже независимая газета и ряд других федеральных средств массовой информации. И зачитаю, что согласно постановлению, такие подарки, как цветы, скоропорчащиеся продукты, чиновникам можно будет получать в дар в любых количествах. А вот уже об остальных подарках служащие должны будут сообщать соответствующие органы и в течение трех дней. И если же уже после оценки подарок будет стоить дороже трех тысяч рублей, то его выставят на аукцион, а деньги, соответственно, пойдут уже в казну, в бюджет. Вот. И в то же время, если же этот подарок, который стоит дороже трех тысяч рублей, понравился чиновнику, то он имеет право его выкупить. Первым выкупить. Первым выкупить, да. И сразу же, я думаю, перейдем к результатам опроса в нашей газете. Мы задали вопрос на прошлой неделе по отношению к госслужащим. Что это? На четвертом месте 10% кировчан сказали, что по отношению к госслужащим благодарность за работу. И, кстати, не исключаю, что за этот вариант проголосовали как раз сами чиновники. Третье место. 12% кировчан ответили, что это эффективная мера борьбы с коррупцией. И вот дальше у нас уже идут два лидирующих варианта. На втором месте 38% кировчан выбрали вариант, что это узаконенная взятка. И на первом месте 40%, то есть это большинство, выбор города, ответили бессмысленные затеи. Как брали, так и будут брать. Всего же проголосовало 817 человек на прошлой неделе. Слушайте, что считать за взятку? Порой бывает такая неудобная ситуация, вроде бы надо отблагодарить, но одновременно вроде и взятка можно рассмотреть как взятку. Ваше мнение, 708-502, пожалуйста, звоните к нам. Да, и номер для смс 8909-720-101-0. Обязательно подписывайтесь, начали сообщения, чтобы я смог их прочитать. А вот у меня к тебе вопрос. Вот, к примеру, хотелось тебе когда-то отблагодарить кого-то за работу? Было, конечно, да. Вот, и в связи с этим второй вопрос. Когда ты имеешь в виду вот эту благодарность и думаешь, а как бы так отблагодарить? Неужели у тебя этот подарок может составить там, ну, больше там даже, ну, не знаю, вот этих трёх тысяч рублей? Нет, ну, всё равно думаешь о том, что, ну, это получается, вот всё равно какой-то оттенок. Вот там есть вроде ты от чистого сердца хочешь сказать человеку спасибо, но одновременно думаешь, что... Ну, вот, кстати, вот сейчас по этим нормам, да, цветы не будут носиться, а цветы можно дарить, хотя бы, знаете, букеты тоже разные бывают, может быть, там, из-за четыре тысячи можно купить скоропортящиеся продукты тоже можно, ну, быстро съел, ничего и не было, на самом деле. На самом деле мы немножко ушли в сторону. Если мы вернёмся к 2008 году, когда был принят закон по борьбе противодействия коррупции, да, но, к сожалению, не было составлено правительство Владимира Владимировича Путина под законный акт, который регламентирует. На самом деле эти вопросы касались получения подарков во время протокольных и, я сейчас ещё раз посмотрю, как это правильно называется, протокольных мероприятий и командировках. Это совершенно другие вещи. Вот это такие вещи, которые там, ну, там могли бы для проведения мероприятий, да, дать канцелярские какие-то вещи, включая планшет, на котором работают. Ну, если он, конечно, в стразах был бы, да, то понятно, что его надо декларировать, да. И это вот в основном касалось таких вещей. Подарков, полученных во время протокольных мероприятий и в командировках. А мы идём как бы в другую сторону. Всё, что вне рамок чиновникам получено таких мероприятий, надо правильно сказать. Это взятка, ничего другого. Или принуждение к взятке. И другим ничем мотивироваться-то не может. Речь идёт о протокольных мероприятиях, в первую очередь, и командировках. Ну, делегация там той же Кировской области поехала на встречу с делегацией Нижегородской области, да. Во время таких вещей обычно происходит обмен там сувенирами какими-то, да. Но они могут быть разной стоимости. Поэтому, если декларировалось, если это до 3000 рублей, то это принимается. Всё остальное чиновники должны докладывать вышестоящему руководству и принимать решения по использованию этих предметов. Также, премьер-министр, будучи в Давосе, получая подарок, должен президенту доложить, да, о том, что он получил такое, что это анонс, никто докладывать не будет. Поэтому, в моём понимании, это будет касаться только низового и среднего уровня чиновников. Ничего более. Не побежит Кирилл Юрьевич Белых докладывать президенту о том, что на встрече в Нижегородской области у вас выручили. Он его просто сдаст, как положено издавать государственным чиновникам, такие подарки, полученные делегациями во время этих встреч, как положено издавать. Мы даже видели музеи такие, да, существуют у многих губернаторов. Ну, то есть, я себе такую ситуацию представляю. Это не речь о том, что мороженки раздали, он съел 10 тонн, как мы перевели к этому. Понятно, что это смешно. Ну, понятно, что если вот делегация Кировской области поехала в Дагестан, что нам в подарок получить? Хороший элитный коньяк, да? Цена, которая, понятно, что будет превышать 3000 рублей. Поэтому это нельзя себе реализовать, или потом чиновник может выкупить. Вот, смотрите, то есть, вот я на Кировской области, если к нам кто-то приезжает, и мы вот, ну, взяли там с широкого плеча, ну, первое, что в голову приходит, ну, там... А Дагестанковская игрушка за 10 тысяч рублей подарили, или шубу подарили. Или шубу, да, да, шубу. И, то есть, вот этому чиновнику, который приехал в гости, там, по своим каким-то делам, получает этот подарок, ему нужно отчитаться и отдать эту шубу. Да, мы еще не говорили о том, что вот эта информация о готовящейся документе, которая появлялась в прессе, да, там даже говорится о том, как правильно должны выстраиваться фразы, которые, чтобы они не мотивировали встречающихся, там, получение взятки и так далее и тому подобное. Ну, реально это в нашей стране? Нет, конечно. Понятно, что мало реально. Ну, а что, у вас были моменты, когда давали что-нибудь? Нет, я никогда не даю взятки. Нет, я про подарки говорю, ну, вот, предположим, врачу, да, вот, врачу вылечил вас, вот, надо как-то отблагодарить вот это как раз. Врач, это не чиновник, во-первых. Ну, все равно, то есть, вот, какие-то такие моменты бывали. Если государственные служащие, да, ну, это такое бывало, конечно. То есть, ну, это нормально. Наверное, нормально, да. Но может и нет. Ну, я это делаю, я честно признаюсь. Врачам, да. Ну, вот я поэтому и говорю, то, что вот это разграничение благодарности и подкупа, да, оно, наверное, должно быть. Давайте вспомним, что у нас даже должен существовать в администрациях журнал, если вас вынуждали к принятию взятки, да, вы должны по инстанции там сообщить. Есть специальные комиссии при каждом государственном органе, которые должны это рассматривать. Вы можете привести примеры таких вещей? Я не знаю. Хотя достаточно, наверное, информированный человек. Ну что, слушатели, напоминаем, 708-502, наш номер телефона. Вот такая вот тема у нас сегодня неоднозначная. Пожалуйста, звоните. Конечно же, это прямой эфир. Напомню, и наши другие координаты, чтобы были мы в доступе для вас. 899-720-101 и 0. Это номер для ваших смс-сообщений. Пишите, подписывайтесь вначале обязательно. Также заходите к нам на сайт www.hakerovo.ru. Там у нас радиотрансляция и также есть видеотрансляция. На наших гостей можете посмотреть. Камера как раз напротив стоит. И вызван-43. Зовёмся мы так в Твиттере. Туда тоже пишите ваши комментарии. Мы следим за этим тоже и обязательно будем озвучивать в эфире. Поэтому будьте активными. Вот бывали ли у вас такие случаи, когда вроде надо отблагодарить? Как вы себя чувствовали в эти моменты, думали, что подарить, чтобы это как-то не рассматривалось как взятка? Или, может быть, вообще вы считаете, что это как-то нужно уже регламентировать? Может быть, ну и пусть, пусть дарит. Смотрите, я сейчас подумал. А если сложится такая ситуация, что, к примеру, ну вот как благодарность или там, даже если это будет не благодарность, а даже взятка. То есть вот чиновнику... За что можно благодарить чиновника? Я не знаю. Вот это тоже большой вопрос. Я вот не знаю. Вот смотрите. Это его прямые обязанности. Если вот решил человек отблагодарить чиновника, но сделал это, к примеру, там, после его работы. Как только его рабочий день закончился, он решил его поблагодарить просто как человека. За скоростное подписание бумаги? Значит, это преступление. Он просто пришел и сказал, ну вот это тебе за то, что ты хороший человек. То есть уже все? Ну это значит не чиновника он благодарит, а Иванова, Петрова, Сидорова. Ну ведь в формулировке многое может читаться. Ну, кстати, да, за что благодарить-то? Вот какие такие бывают моменты, когда надо? Врач спасает там жизнь, да, или что-то еще. Ну, с другой стороны, у того же врача, это же его работа, по сути, своей. У того же учителя, это тоже ведь его работа, там, учить, там, или что-то еще. Да, но я, помню, лежала в больнице, и после, я думаю, ну вот, выписываюсь тебе больничный лист, тебе обязательно что-то подарить. Это уже как, ну, обязанность твоя, как ты пойдешь забирать больничный лист, и там с собой ничего не принесешь. Это же перегиб, это вы толкаете получение. Так понимаете, нет, ну, я... Мне, кстати, многие врачи, кстати, против этого, потому что... А я увидела абсолютно там горы всех этих конфет, и это относится как, а, ну да, да, вот так и должно быть действительно. Ну, с другой стороны, может быть, просто приучили к этому. Приучили, я к тому, к чему сейчас вела. Я лежал пару раз в больнице, вот просто искреннее спасибо, для них, по-моему, намного важнее, чем я принесу эти очередные конфеты, от которых, мне кажется, у них суровень диабет. А вы сухие бумажки носите, мне понравится больше. Что? Сухие бумажки носите. Вася, что ты хотел сказать? Нет, я бы, я совершенно согласен с Львовичем, что за всех врачей тут не нужно говорить, у каждого свой выбор. Ну, это да, это я свой личный пример, то есть, ну, я... Это же все равно такой стереотип, то есть, что вот тебе нас благодарить. Главный коррупционер у нас тут получается, врачи и учителя, ну, это же абсурд, правда? А вот мы сейчас за эфиром об этом говорили, к этому пришли. А вот чиновники, вот это настоящее. Настоящее. Да, они создают предпосылки. Они заставляют граждан своим ненормальным трудом и работой делать подношения. Потому что, вы сами понимаете, любую бумажку практически получить, это проблема. Ну, то есть, да, откуда это все идет, соответственно? Врач с вас редко, ну, практически не помогает никогда, да? А чиновники уже сталкивались. Ну, что, да, сейчас мы... Хотя там тоже есть порядочные люди, понятно, но они поставлены такие условия, что не всегда могут выполнить свои функции. Борис Веснин у нас на линии, глава департамента по вопросам внутренней информационной политики Кировской области. Борис Геннадьевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну, ваша точка зрения, что дарят, дарили ли вам, и что это за подарки такие, что с ними делать? Слышу знакомый голос Юрия Львовича Шлемензона. Да. Стоят именно он. Вот это отдельно. Спасибо. Здравствуйте. Честно скажу, не припомню, чтобы лично мне там вручались какие-то подарки, именно связанные с исполнением должностных обязанностей. Ну, а люди как-то шли на контакт с тем, чтобы именно поблагодарить за что-то. И вообще, что, в принципе, чаще всего там дарят чиновникам, если это есть? Может быть, не вам, коллегам вообще. Да, коллегам. Есть такой, конечно, формат, как просто протокольные подарки, да, когда приезжают делегации. Мы уже об этом поговорили, да. Нет, мы сейчас о другом. Там вот такие дежурные сувениры. Если говорить о каких-то подарках, ну, там, честно говоря, мне кажется, что там работа госслужащего не предполагает какой-либо там формат получения подарков. Пришел к вам какой-нибудь журналист, да, или вы хорошее интервью, там, вопросы красиво ответили. И он вам подарочек какой-нибудь. Я говорю о своей должностной обязанности, и я там не понимаю, за что в данном случае там следует благодарить, да. А вот ему просто приятно было с вами пообщаться, хочется ему тоже приятное сделать. Вот, то есть, как вы будете реагировать? Видимо, никому еще не было приятно со мной пообщаться. Я не сталкивался с такими ситуациями. Надо сделать выводы. На самом деле, то есть, мы же понимаем, о чем мы говорим, да, как правило, там, тема, там, различных подарков или еще чего-либо в таком духе связывается с темой, там, противодействия коррупции. Данная тема, она, в общем-то, там, регулирована законодательством. То есть, там, чиновники, сколько я помню, там, не имеют права принимать подарки стоимостью дороже трех тысяч рублей. Да. Наверное, там, в плане какой-то своей, там, текущей деятельности, по-моему, я и мои коллеги практически не сталкиваемся с такими форматами. Естественно, есть, там, например, там, праздники новогодние, когда идут куклы, там, корпоративные подарки, но они, как правило, тоже на сколько-то, там, вписываются в эту сумму. Лично мне, там, ну, алкоголь не дарит, например, да, какой-то элитный. Ну, вам не дарит, а другим дарит. Борис, а вот, насколько я знаю, в правительстве Кировской области существует музей подарков губернатору Никите Белых. Вот, пополняется ли он до сих пор и... И какие там экспонаты последние появились? Он пополняется в таком текущем рабочем режиме, то есть, там, установлено два, скажем так, сцена на четвертом и на пятом этаже здания правительства, в которых, там, периодически происходит обновление, если так можно сказать, экспозиции, да, это приносит какие-то подарки, там, если они, скажем так, не могут быть, там, использованы с какой-либо, там, функциональной точки зрения, ну, например, там, если дарят, там, красивые книги, то логично их, там, передавать в библиотеку. А если же нет какого-то прямого функционального назначения, то они отправляются в музей подарков, просто там выставляются, там, соответствующие указатели, и кем, когда, и при каких обстоятельствах получен. Ну, просто интересно, что это в основном, что это за вещь? Ну, вот вы сказали книги, в принципе, логично, у меня не возникает просто мысли, а что может быть еще такое, что приносит? Самые необычные. Сувениры, в основном, сувениры. Сувениры различные, там, тематические, ну, там, идет, там, не знаю, происходит, допустим, встреча с представителями, там, железных дорог. Ну, то есть это тоже все вписывается вот в эту сумму, там, 3 тысячи рублей? То есть это тоже все вписывается в сумму вот эту 3 тысячи рублей? Нет, там бывает... Ну, если бы он хотел оставить в Тибет, надо было бы, там, по-моему, это оценивать, да, поскольку это все равно передается в подарок, то есть там становится собственностью Кировской области, да. А, скажите, пожалуйста, Борис, а существует ли комиссия, есть ли она такая, законно утвержденная по оценке передачи таких подарков? Если мне не имеют память, то там все-таки комиссия утверждена не законом, а постановлением. Да, 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 конечно. Она есть. А вот когда люди узнали о том, что такой музей был создан в правительстве, вот подарки губернатору стали реже дарить, либо нет? Я точно знаю, что Никита Юрьевич в определенный момент перестали дарить алкоголь. Вообще. Ну, это мы понимаем, с чем связано. Да, 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 да. Такая тема там исчезла в принципе, да. Ну, а подарки, собственно говоря, там и так какие-то с выполнением должностных обязанностей, если там. Вот они идут, идут такие протокольные. Я бы не сказал, что там утверждение музея подарки каким-то образом повлияло на их увеличение или уменьшение. Борис, тогда еще вот такой вопрос. Вот мы здесь говорили про учителей, врачей и так далее. То есть вот вы, если говорите о том, что чиновникам, к примеру, вообще не подразумевает их работа, каких-то подарков и так далее. А у учителей, врачей может быть такое? Ну, то есть они же тоже, в принципе, выполняют свою работу. По сути. Согласен, что, наверное, такая логика имеет право на существование. Допускаю, что могут быть подарки, но все-таки несколько там. Другой формат, скажем так, именно деятельности, другой формат взаимодействия с людьми. Что какое-то более особо человеческое отношение действительно за качество проведенную операцию или еще что-то такое. Почему бы и нет? Другое дело, что это должно быть в любом случае некий там искренний жест благодарности по итогам, а не некое там непременное условие качественного выполнения своего функционала. Ну, вот, наверное, при таких условиях. Да. Ну, что, спасибо вам за комментарий. Борис Веснин, глава департамента по вопросам внутренней и информационной политики Киевской области. Ну, да, наверное, все-таки сложно предварить вот свой подарок тем, что ты вылечишься от какой-то болезни, к примеру, или чему-то научишься. Ну, да, такая система, да, лечите мне хорошо, я вам подарочек дам. Хотя бы я не такой, я столкнулся с этим. Было такое, да? Не у себя лично, но да. Да, вот за там правильный наркоз вести внесите, еще что-то сделайте внесите. Нет, такое было, конечно, и нет. Ну, вот поэтому, блин, такой вопрос. Что, собственно, разделяет чиновников? Вот это я считаю не подарком, а это взятка. Вот дать, ну да, это уже, по сути, взятка, даже если это не 3000 рублей получается. Ну, слушайте, с чем вы сталкивались? Звоните к нам, 708-502, вновь повторяю наш номер телефона. Ваше мнение, можно ли давать какие-то подарки дать чиновникам? И вот мы сегодня говорим и про врачей, и про учителей. Да, зачастую мы за то, что нас хорошо вылечили, мы дарим шоколадки, конфеты, цветы. Вот смотри, если тебя хорошо вылечили, ты даришь подарок, это благодарность. А если ты... Что вас хорошо лечили. А что вас хорошо лечили, вот это взято. Хорошо разместили. Как же сложно с этим разобраться совсем. Хотя, на самом деле, сейчас уже есть практика платных услуг официальных. Вот надо по этой линии идти. Как с учителями это невозможно, с врачами это вполне допустимо. На ваше мнение, может быть, вообще тогда все сделать платным? Что уж тут? Ну, у нас возможностей, к сожалению, у населения нет. У нас социально ответственное государство, как мы знаем. Поэтому у нас и медицина бесплатная. Ну, порой думаешь, может быть, наоборот, лучше бы заплатить за все. Возможности, да. Ну, к сожалению, меньшая часть населения имеет такие возможности. Да, ну, давайте вот еще напомним для наших слушателей. Значит, подарки могут быть не дороже трех тысяч рублей. Может, дарить цветы. Вот я смотрю, здесь канцелярские предметы. Надо все равно понимать, что это все равно большей степени касается государственных чиновников. И чиновников федеральных агентств и так далее и тому подобное. Ну, вот сейчас вот мы говорили, да, с Борисом Ильичем... Нет, ну, это протокольные вещи, это понятно, да? Все равно я не понимаю, за что? Ну, вот за что, да? Вот есть этот музей, ну, понятно, дарят губернатору. Ну, как-то еще это можно представить. Встречаются люди, они всегда дарят друг другу подарки, если вы в гости едете, да? Или приезжаете. Либо подхалимаш. Ну, я думаю, что нет, это не та сфера. Ну, принято обмениваться подарками, это во всем мире так принято. У нас сувениры дороже, у буржуев они... Собственно, вот этот регламент, что касается именно поездок подобных рабочих, да, у меня не вызывает никаких вопросов. Другое дело то, что в преддверии ты даришь какие-то подарки, что называть, можно уже и взятками или нет, либо после тоже. Вот как это разграничивать и как это определять, вот это большой вопрос. У нас тем временем на линии появилась клиника торговская. Можно определить подарки и подношения. Вот для меня это два совершенно разных понятия. Так вот, а как это определять? Подношения — это практически взятка, да? А подарки — это подарки. Я грани не чувствую. Екатерина Тарловская у нас не имеет. Поэтому законопослушные граждане. Да, от Кировской городской думы, может быть, она знает. А вы меня не обвиняйте, пожалуйста, я тоже. Мы сейчас, да, собственно говоря, вам заговорили вот этот вот грань чиновники и то, что врачи у нас получает Екатерина Тарловская, Екатерина Иосифовна... Только нельзя считать врачей грамотными предсказателями. Ни в коей мере. В прямом эфире вы у нас уже... Вот сегодня у нас такая тема подарков, да, говорим о подарках чиновникам. То, что сдавать их. И три дня на это... И заговорили про врачей, да? Зачастую врачам мы всё-таки делаем какие-то... Дарим какие-то подарочки после того, как вылечили нас, да, вот... Ну, или чтобы хорошо лечили как-то. И врачи — это не чиновники. У тебя среди них есть тоже чиновники, но большая часть — это всё же врачи, а не чиновники. И что? Я так говорю, чтобы не путали их с чиновниками врачей. Ага. Ну, у нас, собственно, самый главный вопрос, что касается того, вообще необходима ли вот такая мера для чиновников. Потому что, как вот выясняется, собственно, подарки-то им и не нужны. Ну, то есть, как сказать, их работа не подразумевает то, чтобы за их работу их благодарили. Нет, ну, я с этим совершенно солидарна. То есть, в этом-то контексте, конечно, то есть, это обыкновенная нормальная работа. И я думаю, что, конечно, здесь вот о каких-то подарках благодарственных чиновникам просто речи идти не может. Ну, будет ли это являться вот узаконенной взяткой, если так формулировать? Я не знаю, это уже как решат наши законодатели. Ну, они могут решить как угодно. Но, на мой взгляд, по сути, по сути, это действительно взятка. Ну, во-первых, решают эти законодатели. Законодатели уже решили, это постановление правительства готовится. Насколько это вообще актуально? Потому что, ну, вот у нас есть уголовный кодекс, да, у нас понятно, что там, что взятка. Зачем это вот еще отдельным пунктом выносить? То есть, ну, это же и так все очевидно. Ну, чтобы отключить чего-нибудь другого. Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Это уже нетрудно оценивать, потому что это надо уже оценивать с юридической точки зрения. Лишнее это или не лишнее постановление. Да, но хотелось просто ваше мнение. Да, нет, давайте все-таки тогда, может быть, по вашему опыту. Сталкивались ли вы с этим, чтобы вам, к примеру, предлагали или благодарили, как это выглядит? Ну, здесь, наверное, больше важно даже, ну, да, конечно, не о чиновниках, о врачах сейчас, но о вашей именно вот врачебной деятельности. А о врачебной деятельности, конечно, то есть, любой врач с этим сталкивался. Когда пациент там вылеченный уходит и так далее, он, предположим, доволен тем, как его полечить. Наши пациенты ментально все приучены к мысли, что надо как-то поблагодарить. Те, кто воспитаны лучше, они приносят цветы. Те, кто воспитаны хуже, они думают, что там надо благодарить более материальными, скажем так, подарками. Но вот цветы меня не смущают, например. А не забывай, что мы все же азиатское государство частично, поэтому это все нормально. В ментальности населения это по всем правилам. Ну, она ментальность такая во всех регионах России есть. Ну, да. Это уже просто многолетняя, так сказать, практика. И особенно тяжелые 90-е годы тут сказались, когда зарплата у врачей была, ну, совсем-совсем никакая, да. И уже население привыкло к мысли, что если ты хочешь, чтобы тебя хорошо лечили, надо что-то доплачивать уже к этой ужасной зарплате. Мы с вами помним еще период развитого социализма, то же самое было. Ну, там благодарили в основном. Вот там больше, я это помню, да, там все-таки в основном благодарили. И, кстати, намного чаще цветы были. То есть можно вот из вашего выступления судить о том, чтобы рекомендовать пациентам все-таки переходить на цветы? Ну, это моя личная позиция. Мне лично гораздо приятнее, когда пациент от меня уходит, и ему действительно все, ну, помогло, скажем так, и он принесет, предположим, цветы. Мне это гораздо приятнее. Ну, что мы вас услышали. Спасибо за комментарии. Екатерина Тарловская была с нами на связи. Слушайте, быстро сейчас выведем перед рекламой. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, это прямой эфир. Представьтесь, пожалуйста. Вячеслав. Вас слушаем. Скажите, пожалуйста, а из каких фондов создаются вот эти подарочные фонды? То есть вот, ну, независимо, какой чиновник поехал в другой регион, какой-то подарок. Кто формирует и какие деньги попадают туда, в этот фонд? Это не фонд, это в бюджете, насколько я знаю, есть. Статья в бюджете есть. Ну, то есть поехали, решили подарить другому области дымковскую дружку. Это называются представительские затраты. Ну, да, я так понимаю, что это специальная статья расходов просто, которая подписана изначально. Ну, поняли, строгая отчетность идет, насколько я знаю. Это на деньги налогоплательщики. Они как-то нармируются. Конечно. Из бюджетных, из бюджетных. Да, но вот если вы платите налоги, то это отчасти ваши деньги. А при принятии бюджета, значит, отдельной строкой идет? Ну, скорее всего, да. Как же еще? Ну, то есть наши деньги-то наши, да. Спасибо вам за много числа. 708-502. Можете нас набрать, прямой эфир. Ну, а пока мы на рекламу быстро сходим, Игорь, да? Пошли. Продолжается программа «Дневный разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рыси. В гостях у нас Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Обсуждаем мы сегодня рубрику «Выбор город» в этой газете. И говорим мы про подношение госслужащим. Что это такое? Несколько вариантов ответов можете найти как в газете, так и у нас на сайте. www.ekirovo.ru Заходите туда, голосуйте. В конце программы озвучим результаты. И также такой же опрос был озвучен и в эфире телеканала «РЕН-ТВ Киров». И сегодня у нас в гостях Юрий Шлемензон. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Я еще, чтобы вернуться к началу нашего вопроса, я когда готовился к программе, почитал так называемый проект документа, который был опубликован в «Независимой газете». Что написано, понятие этого подзаконного акта. В нем написано, что является подарком, а что нет. Как их надо сдавать и кому. Например, подарком считается вещь, полученная на протокольном, мероприятии или в служебной командировке, которая вручается чиновникам не просто как хорошему человеку, а как должностному лицу. Из числа подарков исключаются любые цветы и скоропорчущиеся, и особенно скоропорчущиеся продукты. Обо всем прочем госслужащие обязаны сообщать своему начальству. Мы в первой части говорили об этом. Также госслужащим рекомендуется поддерживать от слов выражений и жестов, которые могут быть восприняты окружающими как просьба о даче взятки. К таким выражениям относятся в частности. Вопрос решить трудно, но можно. Спасибо, на хлеб не намажешь. Договоримся. Ну и прочее, и прочее. Но я думаю, что, конечно, есть какие-то журналистские домыслы, хотя не исключаю, что это может быть. Кроме того, чиновникам предпишут избегать в рабочих беседах тем обсуждения, которых может быть поняты как намек на взятку, например, как низкая зарплата госслужащих, необходимо устроить ребенка в образовательном учреждении или желание съездить на курорт. Рекомендации Министерства труда останутся на бумаге, уверены в беседе, ну и так далее и тому подобное. Ну то есть, а чего говорить-то нужно? Вот ты даришь там цветы, да, мы сегодня пришли к выводу, что самое безопасное, и говорить надо. Что вот исходя из ваших речей? Это не из моих, это из проекта. Цитаты в кабучках. Поэтому я думаю, что вот нам надо остановиться о командировках и торжественных мероприятиях, где встречаются делегации чиновников. А все остальное, в моем понимании, это просто взятки. С этой презентацией ситуацию, вот, ну давайте свои бумажки, но я так хочу на море, знаешь. Ну это же взятка, вы все прекрасно понимаете. Мы сейчас дозвонились на Михаила Курашина, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну во-первых, с прошедшим днем рождения вас поздравляем. Мы всего самого-самого хорошего желаем. И расскажите, что вам подарили. Мне подарили книги. В основном, вот, скажем так, книги и полезные мелочи стоимостью до трех тысяч рублей. До трех тысяч, да? Подготовились. А как вам, вам дарили на рабочем месте или нет? Или когда выходили уже из здания офисного? Ну, скажем так, в нескольких местах, то есть мне пришлось просто полывать и не только на рабочем месте. Получать поздравления пришлось и на совещании, которое проходило в ОВД. Ну вот, давайте вот сегодня мы разбираемся, что считать взяткой, что не считать, какие подарки. Вот и ваши мысли по этому поводу тоже. Что взятка, что нет, что можно дарить или вообще ничего дарить и не надо? Нет, ну, на самом деле, вот, на мой взгляд, там подобные инициативы, какие-то такого, они, популистского плана, да, то есть если там, условно говоря... Неужели наше правительство популизмом занимается? Ну, к сожалению, Ильвович, наверное, следует признать, потому что там, если, предположим, ко мне, там, вчера приходили представители здравоохранения и желали здоровья, то там, расцените это как, может быть, призыв дать им взятку, чтобы у меня было здоровье, но это было бы просто абсурдно, да, продолжаю вашу тему. Вот. Ну, может, вы лоббист медицинского направления, кто узнал? А то есть, они мне здоровья желали. Конечно. Вот, поэтому там, мы же с вами, наверное, все-таки понимаем, что там, то, с чем мы собираемся бороться, оно не столь публично, и чаще всего там, оно не находится на явном виду, вот, и поэтому создать дополнительные какие-то препятствия в виде того, что вот сейчас мне там подарили книги, и я должен с этими книгами пойти сейчас их сдавать в опись, и, собственно, все подарки должны сейчас пройти оценку, сколько же они стоят, ну, это просто, на самом деле, еще одно такое дополнительное препятствие. Ну, понимаете, тут день рождения, понятно, что мы утрируем, а в принципе, за что могут дарить еще? День рождения не считается. За что могут дарить? Ну, давайте там, у нас есть Новый год, да, то есть принято ходить с подарками, в любом случае, там, хороший, нормальный праздник. У нас огромное количество праздников, на самом деле. Можно чуть ли не каждый день такие взятки давать. Какие праздники могут предполагать, да, там? Да, нужно отдельным списком. День Кировской области, да? Да, то есть, может быть, профессиональные праздники могут быть, да, то есть мы там понимаем... Ну, ты делаешь, что на каждый день наберется какой-нибудь праздник. Нет, я боюсь, что, конечно, на каждый день не наберется, это, во-первых. Во-вторых, ну, поверьте, там, ну, не ходят каждый день, и никто друг другу ничего не дарит, да, то есть в основном мы говорим о том, что там основные это все-таки день рождения и Новый год, то есть вот там дни, когда там чиновник принимает и дарит подарки, да, там, если мы сейчас говорим о, там, правильном понимании слова подарки, да, там, не под взятку, не под что, поэтому там какие-то другие даты, ну, там, с рождением ребенка, например, да, к радости чиновники тоже люди, и у них тоже бывают иногда подобные праздники, типа свадьбы и рождение детей. Да, но здесь мы говорим про инициативу как раз не то, что ты такой молодец, вот у тебя ребенок родился, а то, что ты вот в своих профессиональных каких-то действиях кому-то что-то помог, ну, то есть все равно тут взятка, там, она прям так параллельна, рядышком. То, что вот касается таких вещей, как вот там помог и пришли, там, одарили, да, ну, здесь, там, я, наверное, как и все, поддерживаю мысль о том, что там это не стоит того, чтобы были какие-то подарки и там прочие подношения, потому что, в принципе, это работа каждого человека на его месте, помогать, и если он помог, то я считаю... Ну, как вы считаете, будет подзаконный акт этот рабочий или нет? Нет. Кстати, мы же еще хотели спросить по поводу подарков, которые прописаны в постановлении, да, откуда берутся деньги, то есть, как мы понимаем, они заложены в бюджете Кировской области, да? Это когда делегация едет куда-нибудь в соседнюю область, да, покупает подарочки, там, дымковская игрушка, например. Законодатели тоже ездят. Никакая сумма заложена, например, на этот год, если есть такая информация. Ну, то есть, это что, да, в бюджете отдельной строкой прописано, на этот год на подарки вот столько-то? Ну, на самом деле, эта строка есть, она есть в структуре, там, расходов каждого департамента, не потому что не хочу, а действительно скажу, что я сейчас вот ее не готов назвать, там, не знаю, там, ну, там, могу сказать, что, предположим, когда я выезжаю в районы на какие-то торжественные мероприятия, ну, там, я покупаю за свой счет в основном. А то есть так вот, из собственного кармана. А как? Меня же пригласили, я же еду, то, соответственно. Вот, слышите, как? Вот, как на самом деле-то. Молодцы депутаты у нас. А мы-то с вами надумали уже всякого. Ну, я честно вам скажу, я просто знаю, что многие там депутаты, не хвастаясь этим, да, там, многие депутаты... Ну, а что, пошли по другим депутатам, давайте скинемся, там, по 100 рублей, вот, нужно купить... А бывают и такие варианты? Бывают. Бывают, конечно. Боже мой, вот как на самом деле. Ну, я там могу сказать, что, предположим, выезжали мы по спортивным мероприятиям, да, там, принимающую в один из районов, принимающую стране, там, подарили мячики, скидывались депутаты. Да, ну что, спасибо вам за комментарии. Да, еще раз днем рождения с прошедшим. Да, с прошедшим, поздравляем. У вас и прощаемся. Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Опрос у нас на сайте такой же, как и в газете, и в эфире телеканала РНТВ Кирова. У нас на сайте www.kirovo.ru. Мы тоже, слушатели, вас спрашиваем, закон о подношении к госслужащим, что что такое. Несколько вариантов ответов. Напомню, что в газете 40% ответили, что это бессмысленная затея. Как брали, так и будут брать. Вы у нас, слушатели, можете еще проголосовать. Последние две минутки остаются, так что, скорее, если есть интернет поблизости, заходите, галочку ставьте. Пока мы пообщаемся с Дмитрием Новоселовым, заместителем прокурора города Кирова. Дмитрий, здравствуйте. Да, ну давайте, времени мало, поэтому кратко. Статистика по чиновникам, знаю, у вас под рукой. Ну, как раз статистики по чиновникам не так много. В городе Кирове в 2012 году, насколько я знаю, в отношении муниципальных служащих ни одного дела по взятке не было. 48 всего преступлений в отношении... Самый честный город в России. Ну, тем не менее, в отношении муниципальных служащих дела не возбуждались. Ну, это же хорошо. Всего 48 дел. В 2011 году это было 39 дел в отношении 10 лиц. Ну, то есть повысилось все равно. Ну, да. Ну, в целом, коррупционные преступления не ограничиваются взятками. Всего их 280 преступлений было за 2012 год. А из какой области были эти лица, по которым возбуждены были уголовные дела? В конкретике не могу сказать. Этих сведений по конкретным уголовным делам не располагаю на встречу. Ну, может быть, вы можете сказать, ну, а что это вот взятка? Что это? И это именно деньги, да? Это деньги были, да? Да, это в основном деньги. Насколько я помню, ну, вот на памяти есть случаи выдачи врачами листов нетрудоспособности, лицами, которые, ну, никоим образом на состояние здоровья не жаловались. То есть, ну, фактически незаконно. Ну, это прямая взятка, не подарок. Да, это прямая взятка. Ну, хотелось бы комментарий по поводу, немножко слышал выступления в студии, по поводу взятки, что такое взятка. Взятка после совершения, оказания какой-то либо услуги, ну, в том числе врачом. Ну, подарок за оказанную услугу, это тоже будет считаться взяткой, потому что это за конкретное действие, которое должен был совершить работник государственной муниципальной службы. То есть, вне зависимости, сколько стоит этот подарок? Взяткой именно считается подношением, ну, обывательским языком, с точки зрения подношения, оказания услуги за совершение, за общее покровительство, за совершение каких-то действий, которые входят в компетенцию этого чиновника, врача, учителя. Ну, вот смотрите, цветы, банально, если подарить, будет это считаться взяткой? У нас есть статья, если будет правоохранительным органом установлено, что человек именно за оказание услуги, то здесь можно думать. Но у нас всегда, в любом случае, есть в уголовном кодексе пункт про малозначительность, в данном случае это как раз под него подпадает. Спасибо. У вас услышали, спасибо большое за комментарий. Ну, букеты бывают и стоимостью есть еще. Ну что, последние секунды, давай опрос у нас с тобой. Да, нужно ли, благодаря чиновникам спрашивали мы у вас, большинство проголосовало, 45,5%, бессмысленная затея, как брали, так и будут брать 39,4%, эффективная мера борьбы со взяточеством, всего лишь 9%, и это благодарность за работу считают 6,1%. Ну что, спасибо, что были с нами, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»